Мир вам и вашему дому, уважаемые братья и сестры. Как вы помните, в прошлом видео мы вам показывали вот эту статистику. Эта статистика показывает, сколько наших зрителей подписано на канал, а сколько из них смотрят наше видео без подписки. Как и ранее, я понятия не имею, почему многие постоянно смотрят наше видео, но не подписываются на канал. Однако, после моей просьбы в прошлом видео, этот показатель немножко улучшился по воле Аллаха. И хвала Аллаху за это. И хотелось бы еще раз попросить тех братьев и сестер, которые смотрят наше видео, но не подписаны, подписаться на канал. А те, кто подписаны, просьба нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и новые события на канале. Аллах свидетель, нам тоже неудобно и неприятно каждый раз вас спросить об этом. Но многие, оказывается, не знают важность подписки на канал. Ведь мы стремимся к большому количеству подписчиков, в первую очередь для того, чтобы защитить ислам от креветы и защищать людей от дезинформации по воле Аллаха. Также не забудьте поставить лайк, сделать репост и досмотреть видео до конца, так как в середине и в конце будут очень важные объявления. Наши постоянные подписчики знают, что мы уже поднимали эту тему в своих прямых эфирах. Но я бы хотел напомнить как можно большому количеству братьев и сестер эту важную тему. Речь сегодня пойдет о намазе. Я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Как вы думаете, примет ли Аллах ваш намаз? Конечно, Аллах, субханаху ва-та-Аля, милостливый и милосердный. Однако, нужно еще и помнить, что Аллах еще и справедливый и воздаст каждому то, к чему он стремился. Вы не задумывались, что Аллах, быть может, не примет ваши намазы из-за того, что вы на протяжении долгого времени совершаете свои намазы с ошибками и не стремитесь исправить эти ошибки? Наоборот, вы думаете, что этого достаточно? Или же оправдываетесь тем, что у вас якобы нет времени обучаться правильному совершению намаза? Да, конечно, у вас есть время на то, чтобы смотреть бесполезные и развратные фильмы. У вас есть время на то, чтобы слушать музыку. У вас есть время на то, чтобы играть в бесполезные компьютерные игры. У вас есть время на то, чтобы зависать на ютубе и в инстаграме. У вас есть время на то, чтобы смотреть футбол, бои ММА и боксов. У вас есть время абсолютно на все, кроме религий. А знаете почему? Потому что у вас нет должной связи с Аллахом по причине ошибок в намазе. Пророк Мухаммад в достоверном хадисе говорит «Аллах прекрасен и не принимает ничего, кроме прекрасного». Разъясняя этот хадис, ученые говорят, что тут речь идет о всех деяниях людей, особенно речь идет о поклонении. Аллах требует от нас, чтобы мы поклонялись Ему прекрасным образом, то есть искренне и очень важно, чтобы правильно и красиво. Проблема большинства людей, которые совершают намаз, это неправильное произношение сур и аятов из Священного Корана, а также и дуа, которых передал нам Пророк Мухаммад. Клянусь Аллахом, что для любого разумного человека в наше время достаточно нескольких месяцев, чтобы научиться правильно читать Коран даже через интернет. К сожалению, я не могу посоветовать вам, каким именно онлайн-учебным центром воспользоваться, но я более чем уверен, что таких онлайн-учебных центров достаточно в интернете. У кого есть желание, тот найдет по воле Аллаха. Люди, которые постоянно ищут отмазки и говорят, что, мол, у них нет времени на это, для них у меня один простой пример. Представьте, что вам сказали. Если вы научитесь правильно читать Коран и правильно совершать намаз, то за это вы будете получать каждый день, например, по 100 тысяч долларов. А теперь скажите мне, пожалуйста, найдется ли хотя бы один человек, который не будет стремиться к тому, чтобы все это освоить как можно быстрее? Вопрос, конечно, риторический, но из ответа мы можем сделать, к сожалению, очень печальный вывод. Для многих людей намаз, к сожалению, это как разминка. Многие совершают намаз просто для галочки, ну просто, чтобы вот сегодня отметиться и все. Они не видят в намазе поклонения Аллаху, они не видят в намазе связь и общение с Аллахом, они не видят в намазе способ решения всех своих проблем, они не видят в намазе свое спасение от адского огня, и они также не понимают, что намаз это ключ к раю. И с этого момента я прошу вас, ради своего же спасения, измените свой взгляд и отношение к намазу. Начните изучать чтение Корана прямо сейчас, не завтра, не послезавтра, а вот сейчас. Поищите в интернете, постарайтесь найти хороший онлайн учебный центр по изучению арабского языка, или хотя бы как минимум начинайте изучать с помощью видеоуроков. Таких уроков достаточно на ютубе. А теперь давайте мы расскажем вам один хадис пророка Мухаммада, который, возможно, по воле Аллаха, пробудит в ваших сердцах ответственность к намазу. Передается со слов Убада ибн Ас-Самита, что посланник Аллаха сказал, «Кто не прочитал Суру Аль-Фатиха, тот не совершил намаз». Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим. А в другой версии говорится, намаз, в котором молящийся не прочитал Суру Аль-Фатиха, не засчитывается. Как вы поняли из этого хадиса, чтение Суру Аль-Фатиха является обязательным в намазе. А теперь задумайтесь, братья и сестры, что если Аллах не примет ваше ошибочное чтение Суру Аль-Фатиха? Что если, придя в судный день к Аллаху, вы обнаружите, что Аллах не принял ваши намазы по причине постоянных ошибок? Ведь если человек осознанно долгое время совершает намаз ошибочным чтением Суру Аль-Фатиха и не стремится исправить эти ошибки, зная, что он читает ошибками, то кто в этом виноват тогда? Естественно, этот же человек и виноват. Ведь сегодня у нас есть огромное количество образовательных ресурсов, благодаря которым можно научиться чтению Корана, не выходя из дома. Спешите, пока Аллах дал вам отстрочку. Ведь Аллах не смотрит на количество ваших поклонений. Аллах смотрит только на качество этих поклонений. И поэтому не теряйте свое драгоценное время зря. И улучшайте сначала качество своих поклонений, и только потом увеличивайте количество. Мы просим у Аллаха, чтобы Он наставил всех нас на путь истинный. Амин. А теперь к объявлениям. Как вы помните, в прошлом видео мы объявили, что хотим помочь одной сестре провести операцию для ее ребенка, у которого болезнь половых органов под названием гипосподия. Для операции нам необходимо было собрать примерно 200 тысяч рублей. И сделать мы это хотели с помощью нашего нового проекта, над которым работали целый год. Мы открыли благотворительный интернет-магазин. И намерение было таковым, что всю основную часть заработка с нашего интернет-магазина мы будем тратить на благотворительность. Но, к сожалению, несмотря на огромное количество просмотров прошлого видео, нам удалось накопить через свой интернет-магазин, а также через малые пожертвования, только малую часть нужных средств для операции. Но об этом подробнее я расскажу чуть позже. Однако, несколько дней назад с нами связался один брат, который взял на себя все расходы на операцию ребенка, и пожертвовал 200 тысяч рублей. Этот брат ранее уже помогал нам несколько месяцев назад для первой операции одного 40-летнего брата, у которого также была гипосподия. Тогда он также пожертвовал целых 200 тысяч рублей. И пользуясь случаем, я хочу попросить у вас, братья и сестры, чтобы мы все вместе сделали дуа Аллаху для этого брата. Просим у Аллаха, чтобы он защитил этого брата от всех бед, невзгод, болезни, несчастья и печали. Аминь. Просим у Аллаха, чтобы он одарил этого брата еще большим имуществом, чем он потратил. Аминь. А также просим у Аллаха, чтобы он также раскрыл сердца и другим братьям и сестрам, и чтобы сделал их руки и сердца открытыми для помощи нуждающимся. Скажите Аминь, братья и сестры. Что касается операции ребенка, то совсем скоро мы проведем операцию и поделимся с вами результатами и новостями в следующих видео по воле Аллаха. Ну а теперь не очень-то хорошее объявление, но тем не менее хвала Аллаху за все. Все по воле и милости Аллаха. Так как наш проект, благотворительный интернет-магазин, не оправдал ожидания и не покрыл все затраты, мы решили, что будет лучше, если мы вернемся к старому методу помощи нуждающимся, а именно с помощью наших удаленных услуг графического дизайна. А что касается интернет-магазина, то мы объявляем, что готовы продать наш сайт с остатками товара ответственным братьям, у которых есть ИП или ООО. Но имейте в виду, что для запуска этого проекта было потрачено немало средств. И поэтому просьба обращаться только тем братьям, которые имеют финансовую возможность приобрести наш сайт и остаток товаров на большую сумму и в большом количестве. Прошу обращаться только тем братьям, которые уже занимаются продажей тех товаров, которые у нас на сайте. Так как нам принципиально важно, чтобы будущие владельцы сайта не завышали цены, которые у нас на сайте. Потому что у нас на сайте самые оптимально низкие цены. И если найдутся такие братья, то я по мере возможности время от времени буду рекламировать их по воле Аллаха. Так как уже достаточно людей знают контакты нашего интернет-магазина, мы решили, что эти контакты мы тоже можем отдать тем, кто будет приобретать интернет-магазин по воле Аллаха. Причина прекращения данного проекта проста. Просто мы думаем, что людям неловко давать, так скажем, милостыню через покупку товаров. Людям кажется, что это не будет для них считаться как милостыню. Проще говоря, им стыдно. Я их понимаю. Ну а что касается помощи, то как я уже говорил, мы будем и дальше пытаться помогать тем, кому сможем. С помощью наших удаленных услуг графического дизайна. Как и ранее, мы в первую очередь можем помочь только детям, болезнь которых связана с нейрохирургией. И что самое главное, которые имеют шансы на лечение с помощью операции. А что касается других заболеваний, то это только после тщательного анализа истории болезни. Однако помните, что мы не всем можем помочь. Поэтому мы сначала тщательно проверяем анализы и только потом даем ответ. Можем ли мы помочь или нет. Поэтому заранее предупреждаем, чтобы вы не обижались, если мы по причине отсутствия возможности откажем вам в помощи. Как бы мы ни старались, всем не получится помочь. Поэтому лучше помогать тем, кому можно помочь, чем вообще никому не помогать. А те братья, которые в состоянии принять наше предложение по поводу сайта и товаров, могут обратиться по этому ватсапу. Сайт будет работать в старом формате до тех пор, пока не появится желающий приобрести. Но как только мы передадим сайт в другие руки, имейте в виду, что домен и дизайн сайта изменятся. А вот товары, конечно же, останутся. И наоборот. И начало будет и пополнение, я надеюсь. Потому что мы готовы продать сайт только тем братьям, которые в состоянии продолжить торговую деятельность на сайте по самым низким ценам. Кстати, для тех, кто постоянно спрашивает про закрытые комментарии. Отвечаю. Комментарии закрыты, потому что мы не успеваем следить за комментариями. Соответственно, и отвечать не успеваем. Но вы все равно можете оставлять свои комментарии в разделе сообщества. Вот этот раздел. И как всегда в конце, хвала Аллаху Господу миров. Продолжение следует...